Следующим уровнем добычи ресурсов станут для вас внешние владения. Их три вида. Руины, копии, шахты. Шахта это общее название для штольни, карьера и золотой жилы. В отличии от копии, в шахте нельзя ничего строить, поэтому защита шахты возможно только из здания храма. Можно указать игроков, которые активно шпионят шахту и боги не позволят им нападать какое-то время на вас. Вот у меня имеется карьер и золотая жила. Вот так выглядит карьер. Вот так золотая жила. Особый вид внешнего владения – соленое озеро. Красивый левитирующий остров, на котором происходит добыча черного жемчуга. Для захвата внешнего владения необходимо изучить науку, внешнее владение. Вот наука, внешнее владение. Наука эта довольно долго изучается, поэтому поначалу свободные внешние владения вы сможете просто грабить, отправляя туда носильщиков. Нельзя атаковать внешние владения больше двух раз в сутки. Руины – это владения монстров. Часть монстров периодически может атаковать игроков на своего уровня в своем королевстве. Один и тот же город не может быть атакован одной и той же руиной чаще, чем раз в сутки. Вот как выглядят руины на карте. Вот мы видим руину второго уровня. Прошпионим ее. В руинах много ресурсов и также имеется немножко черного жемчуга. Распределение черного жемчуга по уровням руины следующее. Первый уровень имеет до 5 черных жемчужин. Второй уровень до 10. Третий уровень до 15. Четвертый до 20. Пятый до 25. Шестой до 100. И особый вид седьмого уровня руины. Так называемые архируины. В которых черный жемчужин до 100 тысяч. То есть в переводе на реальные деньги это 1000 долларов. На развитие экономики вашей страны большое влияние оказывает изучение наук. Особенно в начале игры. Как я уже отмечал, обладание внешними владениями дает очень мощный толчок в развитии. Но захватить внешнее владение, даже если вы знаете о его расположении, не получится. Так как надо выучить науку внешнее владение. Крабить руины вы также не сможете, не изучив военные науки и не создав армию. Изучение специализации также дает вам ощутимые бонусы. Итак, мой совет. Застраивайте поселки процентов на 50 лабораториями алхимиков и улучшайте их. Рекомендую также взять платный квест на 39 черных жемчужин, который называется ускорение исследований алхимиков. Вы увеличите скорость изучения наук на 25% и получите еще в награду прирост скорости на 300 в час. На 7 дней. Взять 39 жемчужин можно из тех 50, которые вы получили на старте. Это хорошее вложение. Ваше экономическое развитие отражается в общем рейтинге. В основном рейтинге считаются стоимость всех ваших построек и войск в золоте по среднерыночному курсу. Добавляется стоимость городов, шахт и копий в эквиваленте золота. А также стоимость всех ваших ресурсов, которые есть у вас в наличии в эквиваленте золота. Венчает наше знакомство с экономикой Майленса золотая пирамида. Здесь вы получите общий взгляд на то, как происходит поэтапно развитие экономики и каких высот вы можете достигнуть в своем развитии. Итак, сначала вы строите добывалки внутри стены. Это ваш первоначальный вклад в экономику. Сюда можно добавить также добычу ресурсов из квестов. Потом вы открываете ворота, выходите в поселки. В поселках, напомню, добыча идет на 30% быстрее. Поэтому добывалочки я тут изобразил чуть покрупнее. Дальше вы осваиваете новые города, где также застраиваете территорию внутри города, потом в поселках. Дальше вы развиваете своих исследователей и потихоньку начинаете находить внешние владения. А также изучаете науку, которая позволяет захватывать внешние владения. И начинаете захватывать копии, шахты и руины выносить. Венчают в золотую пирамиду экономики Майлэнс источники черного жемчуга. Это руины седьмого уровня, соленые озера и аукцион. Черный жемчуг распределен в этих источниках приблизительно поровну. Аукцион, пожалуй, самый стабильный и доступный источник черного жемчуга. То есть вы, дойдя до захвата внешних владений, вы уже умеете накапливать золото. Накапливаете его побольше и на аукционе торгуетесь золотой черного жемчуга. Аукцион требует чисто экономической стратегии. То соленые озера, их надо найти, захватить и удержать как можно дольше. Накопление в них 20 черных жемчужин в час. Поэтому чем больше вы удерживаете соленое озеро, тем больше вы обогащаетесь. На каждом сервере находится около 20-30 соленых озер. Руин седьмого уровня меньше. Их может быть всего три на весь сервер. Поэтому найти их можно либо при очень большом везении, либо клан расставляет широко свои сети и отлавливает такие руины. В них находится очень много монстров, поэтому для выноса седьмой руины нужен отдельный урок со своей военной тактикой. Желаю вам удачи в воздвижении своей золотой пирамиды, легких вам руин и богатых залежей черного жемчуга.